И он сказал поехали, а потом уж совершил свой высокий полет. Так и пассажирам аэропорта Гагарин сперва придется поехать, а потом уж полететь. Интернет показывает путь от Саратова до Собуровки 38 километров. Как говорят официальные лица, есть три вида общественного транспорта и такси. Сперва эксперимент на личном транспорте от редакции на Комсомольский Челюскинцев через Ленинский район по Северному подходу. В утренние часы выходного дня дорога занимает порядка 40 минут. Обратный путь от Гагарина по Южному подходу. Он уже открыт и немного короче Северного. Время в пути 30 минут, но это с условием, что железнодорожный переезд перед поселком Дубки не закрыт. Добраться до аэропорта можно и на такси, но в эпоху цифровых гаджетов и приложений спрогнозировать стоимость поездки сложно. Цена зависит от времени суток, загруженности дорог, количества машин на линии и много чего еще. Среда – середина рабочего дня. Электронные сервисы популярных игроков на рынке такси предлагают добраться до Гагарина через Дубки. Разброс цен не слишком большой – 779 рублей, 780 и 880 за поездку. Особняком стоит такси-метро. До Соборовки приблизительно где-то выходит 1100-1200, точнее по щечку. Крайне мере оттуда мы забираем тоже по предоплате 1200. Добраться автобусом можно будет от автовокзала, речного вокзала и от стадиона «Волга». Саратовские волонтеры уже на себе попробовали маршрут от первого из названных стартовых пунктов. Если верить электронному хронографу над головой водителя, рейс отправился в 10.02. Когда автобус подъехал к территории аэропорта, циферблат сверкнул красным на 11 часов. Итого 58 минут. От автовокзала автобус будет ходить каждый час. Автобусы большой вместимости, 35 человек, будут делать промежуточные остановки, например, на 3-й дачной, там, где будет потребность у людей. Кроме этого, мы провели конкурсы. У нас на следующей неделе определится перевозчик по перевозке от стадиона «Волга» заводского района и от речного вокзала. 15 числа у нас состоится конкурс по перевозке из Энгельса. И сейчас принято решение о том, чтобы те междугородние автобусы, которые идут из Балакова, Маркса и Вольска, проходили через аэропорт «Гагарин», потому что там, возможно, у жителей будет тоже такая потребность. Автобус от автовокзала будет совершать 32 рейса в день по регулируемому тарифу. Стоимость поездки – 80 рублей. Остальные маршруты – по 6 рейсов по нерегулируемому тарифу. Сейчас цена проезда формируется из учета конкурентоспособности. Железной дорогой можно будет попасть в аэропорт на всех электропоездах, следующих в том направлении и на трех ускоренных. У нас сейчас курсирует в летний период дополнительно еще 6 поездов, которые будут там делать остановку в одну и в другую сторону, естественно. Но в том числе две пары поездов – это летние, которые у нас после сентября, после окончания дачного сезона прекратят свое движение. Останется 4 пары поездов круглогодичного сообщения, 4 туда, 4 обратно, и вот плюс дополнительные вот эти 3 пары, 3 туда, 3 обратно, ускоренных поездов сообщения Саратов-1, Тарханы. В ускоренном режиме поезд двигается или это обычный поезд. У нас тарифы для населения установлены Саратовской областью. Цена проезда в любом поезде составляет 95 рублей. От Саратова-1 до, ну я имею в виду, что вот если брать Саратов-1 до остановочного пункта аэропорт Гагарин, цена 95 рублей. Экспресс в ускоренном режиме от вокзала до Гагарина едет в среднем 40 плюс 2 минуты. Но уже сейчас саратовцы обеспокоены подходами к остановкам. Это третья дачная. Сверху хорошо видно, что платформа недавно благоустроена заново. Но вот свежий асфальт положен до определенных границ, видимо, до начала территории муниципальных земель. К дороге до остановки электрички площадь Ленина есть тоже несколько подходов. Правда, один из них идет под опорой высоковольтных линий. Да и сам путь похож на скрытую тропу, о существовании которой знают лишь жители третьей дачной. По словам главы города Михаила Исаева, скоро здесь будет нечто фантастическое. Подходные, подъездные пути мы еще обсуждали с железной дорогой, в том числе возможность каких-то парковочных пространств. Потому что не все могут выезжать, например, с одной точки города. Но там третья дачная – это крупный транспортный узел. Трафик наших горожан высок. Поэтому это еще один из пунктов, с которыми могут люди перемещаться в наш аэропорт. Наверное, это поездки, наверное, это возможность оставить транспорт. Поэтому мы это обсуждали с железной дорогой, мы это будем делать. Самый долгий способ доставки до аэропорта оказался по воде. Сейчас в Собуровке обустроен нестационарный причал. И уже прошли первые испытания речного маршрута на волонтерах. Путь до речного вокзала занял почти два часа. На борту корабля «Москва». Москва – 62 места. В настоящее время в пределах тех осигнований, которые есть у Министерства транспорта, будет заключен договор на обслуживание этой линии, вновь создаваемой. До обслуживания этой линии будут проведены работы по определению судового хода специалистами речного флота, определение установки знаков для подходов. На территории самого аэропорта предусмотрена краткосрочная и долгосрочная парковка. Первая за час обойдется в 200 рублей, вторая – в 500 рублей за сутки. Для всех автомобилей предусмотрен бесплатный 15-минутный интервал в зоне посадки-высадки. А билеты на рейс можно купить всеми доступными современными способами. Сейчас 90% всех авиабилетов оформляют люди уже через интернет. Никуда не вставая, а просто берут в интернете, покупают на Яндекс.Авиабилетах или на других агрегаторах, или непосредственно на сайтах авиакомпаний. И ехать в кассу, покупать билет – это сейчас уже прошлый век. Если есть такая необходимость, работают авиакасты в городе. Это как бы частные компании, кто этим бизнесом занимается. И есть в терминале, будет касса по продаже авиабилетов. Можно купить в пассажирском терминале нового аэропорта. Как заверили нас многие собеседники по части организации частотности тех или иных маршрутов, впоследствии они могут быть пересмотрены в зависимости от спроса на поездки в новый аэропорт.